здравствуйте меня зовут зубрио екатерина я персональный тренер и сегодня мы представляем вам комплекс для беременных первого триместра с использованием гимнастического медицинского мяча фирмы alpinoplast он будет направлен на адаптацию сердечно-сосудистой и дыхательной системе к физической нагрузке на освоение полного дыхания на приобретение или поддержание мышечного тонуса и на приобретение навыков работы мышц тазового дна наш комплекс упражнений мы начнем с разными повороты головы вправо и влево плавно движение достаточно сделать 10-15 раз в каждую сторону заканчиваем а теперь наклон головы вправо и влево не поднимая плечи дыхание произвольное возвращаем голову в исходное положение следующее мы делаем движение плечами поднимаем плечи вверх и опускаем их вниз делая небольшой круг вдох начало движения выдох конец вдох и выдох 10 раз будет достаточно и в обратную сторону вдох и на выдохе раскрываем грудной клетки теперь раскрываем грудной отдел вдох мы делаем раскрытие грудного отдела наполняем воздухом грудную клетку и на выдох закрываем дух раскрыться выдох закрыт больше грудным отделом меньше плечами вдох и выдох это движение мы так же выполняем 10-15 раз. Выдох. Следующее движение, которое мы выполняем, это движение тазобедренным суставом в очень-очень медленном темпе. Начинаем подкатывать мяч к себе, очень медленно, зажимая ягодицы и откатывая от себя, прогибаемся. Все выполняем в комфортной для нас амплитуде. Вперед и назад. Выдох. И вдох. Выдох. Последний раз. И вдох. Старайтесь корпус оставлять вертикально, а работать только тазобедренным суставом. Тазом. Закончили. И похожее движение, только мяч мы будем перекатывать справа налево тазом. Вправо. Точно так же. Очень медленно. Корпус вертикально. Чуть медленнее. Не наклоняйте корпус. Еще пару раз. Достаточно. Поднимаемся. Берем мяч. Опираемся рукой. Создаем хорошую опору и разрабатываем тазобедренные суставы. Раскрываемся в тазобедренном суставе. Вдох. И на выдох заканчиваем движение. Вдох. Непрерывное движение. Выдох. Еще два раза. Каждое движение мы выполняем 10-15 раз. Достаточно. И закрываемся. Вдох. И на выдох закрыться. Старайтесь сделать движение непрерывным. И обязательно следите за дыханием, чтобы не было задержек. Достаточно. Точно такое же движение мы выполняем для разогрева левого тазобедренного сустава. Следим за дыханием. Вдох. И на выдох раскрываемся. Стараемся с каждым движением увеличить амплитуду движения в тазобедренном суставе. Еще один раз. И обратное движение. Раскрываемся. И на выдох закрываемся. Еще два раза. Заканчиваем. Берем мяч в руки. Становимся боком. Держим перед собой. Стопы ставим на ширине тазобедренных суставов. Параллельно друг к другу. И осуществляем медленный подъем. Стопой вдох. И выдох. Опускаемся вниз. Также медленно. И продолжаем. Вдох. И выдох. Еще раз. Вдох. Выдох. Еще один раз. Вдох. И выдох. Поставьте стопы чуть уже. Мы сделаем имитацию бега. Попеременно будем отрывать стопы от пола. Вдох. Выдох. Не спешим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. 10-15 повторений достаточно. В этом упражнении мы мяч берем как дополнительное утяжеление. Подключаем мышцы верхней части корпуса, плечевого пояса. С разминкой мы закончили. Приступаем к основной части выполнения упражнения. Первое упражнение основной части – это присед. Здесь будут задействованы мышцы ягодит и мышцы бедер. Мяч мы используем как нестабильную опору. Опираемся на него поясницей. Стопы ставим в удобное для нас устойчивое положение. И надавливая на мяч, мы будем опускаться вниз и подниматься наверх. Поставь стопы чуть-чуть вперед. Угол коленных суставов в нижнем положении должен быть не меньше, чем 90 градусов. Вдох и выдох наверх. Плавное движение 10-15 раз. Вдох. Поднимаясь наверх, переносим вес тела на пятки. Снизу вдох. И наверх выдох. Старайтесь не напрягать мышцы верхней части корпуса, а больше задействовать бедра. Выдох. Еще два раза. Вдох. Не забывайте про дыхание. Изначально мяч располагаем под поясницей. Стопы ставим чуть дальше от себя. Давим на мяч, опускаемся вниз. Делаем вдох. И на выдох поднимаемся наверх. Опора на пятки. Вдох. И выдох наверх. 10-15 повторений будет достаточно. И последний раз. Вдох. И выдох. Закончили. Следующее упражнение направлено на проработку мышц спины. Разгибателей. И на проработку квадратных мышц спины. Сохраняя небольшой прогиб поясницы, мы опускаем корпус вниз. Угол в коленях у нас зафиксирован. И мяч выступает дополнительным утяжелением. Выдох. Очень важно обратить внимание на дыхание. Вниз мы делаем вдох. Старайтесь не заламывать шею. Выдох. Еще два раза. Вдох. Как и предыдущее упражнение, мы выполняем 10-15 раз. Последний вдох. Старайтесь не сгибать руки в локтевых суставах, чтобы работала только спина. Вдох. И выдох. Закончили. Следующим упражнением мы будем поднимать мяч. Снизу до уровня плеч. Вдох. Плавно. Выдох. И вдох. Мяч выступает дополнительным утяжелением. Работает верхняя часть корпуса. И вниз. Вдох. Старайтесь не поднимать плечи наверх. Еще два раза. Вдох. Выдох. И заключительный. Вдох. Спасибо. Следующее упражнение направлено на мышцы груди. Дополнительным оборудованием мы используем гантели. Основное оборудование для нас – это мяч, который создает нестабильную опору, что позволяет нам прорабатывать мышцы стабилизатора. В данном упражнении опускаемся вниз. На мяче мы оставляем область лопаток, плечи, шею. И самое главное, чтобы голова находилась в комфортном для вас положении. Ладони направляем от себя. Следите за положением запястья. Соедините лопатки. С помощью ягодиц мы с вами удерживаем таз параллельно полу. И на вдохе начинаем сгибать локти. И, опуская гантели вниз, на выдох вытягиваем наверх. Вдох. Старайтесь, чтобы угол локтевых суставов внизу был 90 градусов. Выдох. Создавая мячом нестабильную опору, мы все время включаем мышцы стабилизатора в нашем упражнении. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. И последний. Выполняем 10-15 раз. Достаточно. Следующее упражнение направлено на проработку мышц ягодиц и мышц бедер. Ставим стопы широком. В качестве дополнительной опоры мы берем мяч. Следующее упражнение – это выпады. Мы делаем широкий шаг назад правой ногой. Мяч служит в качестве дополнительной нестабильной опоры, что опять же позволяет нам прорабатывать мышцы стабилизатора. Корпус немного наклоняем вперед, чтобы избежать прогиба в пояснице. Изгибаем оба колена под углом 90 градусов, опускаемся вниз и на выдохе давим левой пяткой наверх. Вдох, вниз. Выдох в стабильном положении. Работают только коленные, тазобедренные суставы. Вниз, вдох. Старайтесь не откатывать от себя мяч, а дополнительно надавливать на него. Вдох и выдох. 10-15 повторений достаточно. Выдох. Еще один раз. Вдох. И на выдохе поднимаемся. То же самое мы выполняем на другую ногу. Сохраняйте небольшой наклон корпуса вперед, избегая прогиба в пояснице. Вдох, вниз. И выдох, надавливая на мяч, поднимаемся наверх. Вдох. И выдох, поднимаемся наверх. Старайтесь, чтобы голова была в привычном для вас положении. Выдох. Еще два раза. Вдох. Выдох. И заключительный. Поднимаемся. Закончили. Следующее упражнение будет направлено на проработку мышц ягодиц. Мы переносим вес тела на мяч, создавая опять же нестабильную опору. Выпрямляем правую ногу. И на выдох будем поднимать правую ногу наверх. В медленном темпе. Выдох. И вдох. Стараемся с тобой не касаться пола. Выполняем 10-15 повторений. Или делаем то количество повторений, которое ведет к утомлению мышечной группы. Еще два раза. Выдох. И заключительный. Закончили. Выполняем точно такое же количество повторений с другой ноги. Переносим вес тела на мяч, создавая нестабильную опору. Вытягиваем ногу. Выпрямляем колено. И на выдох поднимаем наверх. И стараемся не касаться стопой. Выдох. Старайтесь плавно опускать вниз, не делая рывковых движений. Еще два раза. И заключительный. Закончили. Во время упражнений важно избегать натуживаний, задержек дыхания и прыжков. Последняя часть нашего комплекса направлена на расслабление и на растяжение мышц. Мяч ставим перед собой. Лицом поворачиваемся к мячу. Опускаем руки на мяч. Заканчиваем упражнение мышцами на растяжку и расслабление. В качестве опоры используем мяч. Ставим ладони на мяч, откатывая мяч от себя. И опускаем корпус вниз. Стараемся плечами тянуться вниз. Не задерживая дыхание, задерживаемся в этом положении не менее чем на 10 секунд. Поднимаемся наверх. Также растягиваем мышцы передней и задней поверхности бедра. Ставим левую ногу вперед. Угол в колене чуть больше, чем 90 градусов. Опускаем таз вниз, подавая его вперед. Задерживаемся в этом положении не меньше 10 секунд. И меняем ноги. Здесь мы также не задерживаем дыхание. Следующее упражнение у нас направлено на проработку мышцы груди. В этом упражнении мы используем иглбол. Зажимаем между ладоней, локти направляем в стороны. Плечи опускаем вниз. Большой мяч создает нестабильную опору. С помощью маленького мяча мы порабатываем мышцы груди в статическом положении. Надавливаем на несколько секунд. И расслабляем. Выдох, надавим. И вдох, расслабляем. Выдох, надавим. Вдох, расслабляем. Последний раз выдох. И вдох. Это был комплекс для беременных первого триместра. В этом комплексе мы поработали основные мышечные группы. Задействовали мышцы стабилизаторы в наших упражнениях. И еще раз хочу напомнить, что в первом триместре при выполнении упражнений очень важно избежать натуживаний, избежать прыжков и избежать сотрясений. Комплекс, который мы сейчас вам представим, разработан для беременных второго и третьего триместра. Здесь мы можем немножечко увеличить физическую нагрузку, увеличить количество повторений. В данном комплексе мы будем включать упражнения на проработку мышц брюшного пресса, уделяя внимание дыханию. И также продолжить работу с помощью оборудования на мышцы стабилизаторы осанки и на мышцы тазового дна. Исходное положение. Спиной мы опираемся на мяч. Важно, чтобы поясница оставалась на мяче. Чуть-чуть подкрутим таз. Мышцы ягодиц выступают в качестве стабилизатора в данном положении. Мы стараемся тянуться больше корпусом наверх. И выдох совершаем на движении вверх. Выдох. И вдох. Плавно опускаемся вниз. Не старайтесь скручиваться. Старайтесь верхней частью корпуса больше тянуться наверх. Выдох. И вдох. Не забывайте про работу ягодичных мышц. Выдох. Выдох. И вдох. Постарайтесь не работать шеей, а работать только мышцами кора. Еще два раза. Выдох. Вдох. И заключительный. Не опускаем таз. Выдох. Здесь мы можем подключить работу косых мышц. Стараемся тянуться правым плечом в левую сторону. Тянемся больше наверх, нежели чем добавляем скручивание. И чередуем правую и левую стороны. Обязательно выдох наверх. И вдох вниз. И еще два раза. Выдох. И заключительный. Закончили. Следующее упражнение у нас направлено на проработку поперечной мышцы живота и косых мышц. Будем опираться предплечьями на мяч. Опускаем предплечье на мяч, сгибаем локти. Здесь важно очень ваше дыхание. Нам нужно сделать выдох перед началом выполнения упражнения. И короткий довыдох. По одному колену выпрямить. Будучи в фланге, немножечко подкрутить таз, не давая пояснице сильно прогибаться вниз. Нет, нет, нет. Вот так. И здесь мы с вами очень делаем короткие вдохи и выдох ртом. Когда вы почувствуете утомление, по одному колену сгибаем, опускаем вниз. И отдыхаем. Исходное положение. Стопы мы с вами ставим на мяч. Мяч выступает в качестве нестабильной опоры, что позволяет нам воздействовать на мышцы стабилизатора, прорабатывая их. Ладони лежат на полу. Мы лежим с вами на спине. Делаем вдох перед началом движения. И на выдох поднимаем таз наверх, отрывая его от пола. Опираемся полностью всей стопой. Вдох. И выдох плавно поднимаем наверх. И на вдох плавно опускаемся вниз. Старайтесь меньше прогибаться в пояснице. Больше подключайте мышцы ягодиц к работе. Вдох. Выдох. И последний. И выдох. Закончили. В данный комплекс мы можем включить упражнение на расслабление мышц живота. и мышцы поясницы. Для этого мы садимся на мяч и выполняем в очень медленном и плавном темпе, не исключая нашего дыхания и не делая задержек. Можно делать круговые движения в тазобедренном суставе. Важно округлять поясницу, подкатывая мяч вперед. И небольшой прогиб поясницы, уводя мяч назад. Округляем поясницу вперед, выдох. И вдох. Поменяем направление движения в другую сторону. Старайтесь, уводя мяч назад, округлять поясницу, подкручивать немножко таз. Это даст расслабление мышц поясницы, которые во время беременности находятся в тонусе. выдох, вдох, вдох, повторюсь, что данные движения важно выполнять в очень медленном темпе. выдох, выдох, выдох и еще один раз. Заканчиваем. В данных комплексах мы использовали оборудование фирмы Alpinoplast. Нам это было важно, потому что мы стремимся проработать и воздействовать на мышцы-стабилизаторы. Мышцы-стабилизаторы – это мышцы, поддерживающие нашу осанку, что важно для каждого человека, а для беременных женщин особенно. Компания Alpinoplast и я, Зубарева Екатерина, желаем здоровья вам и вашему малышу.